То Бог емель, яко Бог наш. Субтитры подогнал «Симон» Я думаю, телезрители, вы согласитесь с тем, что у каждого из нас в жизни бывают встречи. Встречи бывают совершенно разные. Но есть одна встреча, самая главная, самая ценная и самая дорогая. Именно об этом сегодня мы поговорим с отцом Виктором. Отец Виктор, будьте добры, к какой встрече мы готовимся очень скоро. 15 февраля Церковь Православная празднует великий двунадесятый праздник Сретения Господня. Этот праздник знают все и празднуют все, в основном большая часть людей. И само слово «Сретение» в переводе обозначает встреча, как вы сказали, Анетта. И встреча, значит, должна состояться встреча с кем-то. В данном случае это произошла встреча праведного старца Симеона, богоприимца, и с Богомладенцем, Господом нашим Иисусом Христом. Этот праздник начали праздновать больше уже в 4-м веке, в 5-м веке. Праведный Симеон, богоприимец, он был одним из 70 толковников, которые переводили Священное Писание, Библию переводили из древнееврейского языка на греческий язык. Перевод всем известный под названием «Септуагинте». И он участвовал в этом переводе. Когда он дошел до слов пророческих книг пророки Исаия, где было написано, что «Се Дева зачнет в очреве и родит сына», он усомнился в словах, как это может Дева зачать ребенка. Он взял нож для того, чтобы подчистить текст, для того, чтобы исправить его. Но Ангел Господний остановил его руку и сказал, что не следует этого делать. Текст был написан и правильно, «И Дева и будет, и останется Девой». Тогда Симеону было возвещено, что он не умрет до тех пор, пока сам своими глазами не увидит Господа, который придет спасти мир. И вот происходит это событие. В 40-й день после рождения Богомладенца Христа Пресвятая Дева Богородица, исполняя законы иудейские, будучи законопослушной, потому что по закону иудейскому каждый рожденный от жены первенец приносился в церковь, в храм Иерусалимский и посвящался Богу. Приносит Богородица Младенца Христа для того, чтобы посвятить его Богу, Сына Своего, чтобы исполнить закон иудейский. Этот закон был дан иудеям тогда, когда после выхода из египетского рабства Господь повелел им, чтобы они всех первенцев отдавали, так как благодаря таким первенцам они были освобождены из египетского рабства. Фараон никак не хотел отпускать иудейский народ из рабства. И различные скорби посылал ему Господь, но сокрушилось его каменное сердце только тогда, когда начали умирать все первенцы, рожденные женами. И тогда он увидел, что кара Божия очень сильная возбегается на народ египетский и отпустил иудеев из рабства. После чего все и получили закон иудеи, чтобы первого ребенка своего посвящать Богу. Когда Пресвятая Богородица пришла в храм и увидела старца Симеона, который был очень уже старый и, наверное, уже устал даже от жизни, потому что ему уже было 360 лет. И он с большой радостью встретил Богомладенца Христа. Многие матери приходили для того, чтобы посвятить первенца Богу. Но именно когда пришла Богородица, Симеон, будучи уже осведомлен через воздействие благодати Духа Святого, то, что пришел Богомладенец Христос, он вышел навстречу, взял на руки Богомладенца Христа, и тут состоялась встреча. Он сказал такие слова, которые сегодня Церковь воспевает за богослужением вечерним. «Ныне отпущающий раба твоего Владыку, по глаголу твоему с миром, як увидиста очи мои спасения твое, которые ты уготовал». Поэтому, увидев Христа, Симеон возрадовался, что он уже сможет уйти, спокойно в жизнь вечную, и поэтому и говорит, что отпускаешь раба твоего Владыка. Уходя в жизнь вечную, он знал, что он встретится с другими ветхозаветными праведниками и возвестит им эту радость, что он встретил Бога Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Мы понимаем, что этот праздник вроде бы как связан и с Господом Иисусом Христом, и с Симеоном Богоприимцем, но всё-таки праздник этот именуется Богородичным праздником, потому что Симеон обратил внимание и на Пресвятую Деву. Он такие пророческие слова сказал ей. «Сей пришёл многим на восстание и многим пришёл на падение». И сказал Пречислий Матери, что оружие бродит сквозь душу твою. Что эти слова обозначают? Как это? Пришёл Христос многим на восстание и многим пришёл на падение. На восстание Он пришёл для тех, кто ожидал Спасителя мира. На восстание Он пришёл для тех, кто принял Христа. А нападение пришёл для тех, кто не принимал Христа. И говорит праведный Симеон, что этот будет предмет притыкания. Так оно и происходит в течение нашей жизни. И не только нашей жизни, и тогдашней жизни, того времени. Потому что стал Он притыканием для многих. Кто-то возрадовался, что родился Спаситель мира. А кто-то огорчился. Ирод очень сильно огорчился и повелевает убивать младенцев множество, только для того, чтобы убить вместе с ними и Христа, потому что не знает, где Он находится. И также в последующие времена мы видим тоже, что когда Христос уже возрастает и начинает свою проповедь божественную, призывает к Царствию Божию, призывает к спасению людей, то многие, слушая Его проповеди, обращаются, получают и исцеление, и вразумление, и наставление. А многие отворачиваются от Господа и не признают Его. Потом же приходит период времени, когда те, которые пришли на падение, предают Христа. И предают Его на мучения, на страдания, на распятие. И даже после того, как Он претерпел смерть на кресте, и воскрес третий день, и вознесся на небеса, все равно Он был предметом притыкания. Все равно многие спорили о том, верующие люди доказывали, что Он есть Христос, Бог наш. Неверующие люди отрицали это. Так и в сегодняшнее время тоже Христос является предметом притыкания. Многие люди спорят сегодня. Верующие люди, которые истинно верят в воскресение Христово, которые верят в Его чудеса, которые доверяют Его Божественному Слову, которое Он нам посылает через Святое Евангелие. А другие, наоборот, отрицают все это. Богородица сказал такие пророческие слова, что оружие пройдет душу Твою. Сквозь душу прошло это оружие. Это оружие, которое она претерпела, когда стояла у креста Господня, когда видела, как распинают сына Ее, когда видела, как издеваются, избивают Спасителя и Ее Сына. И после этого открываются помышления многих. Какие помышления открываются для Богородицы? После того, что она переживает эти страдания материнские, тоже за Сына Своего и Бога нашего, мы взываем и к ней за помощью, потому что понимаем, что и она пережила тяжкие страдания ради того, чтобы Христос спас всех нас. И мы взываем к ней иногда за помощью, и она обязательно видит наши сердца, они открываются перед ней, и она обязательно помогает всем нам. Поэтому и праздник является Богородичным, потому что Богородица в этом событии принимает такое участие, которое не может пройти незаметно для каждого человека. Праведный Симеон принял Христа и показал тем, что каждый из нас может принять Христа в своё сердце. Господь говорит, что «я стою и стучусь». Только каждый ли из нас отворяет двери своего сердца для Господа? Каждый ли из нас пускает Господа в своё сердце, в свою душу и в свою жизнь? К сожалению, часто можно увидеть таких людей, которые не пускают Господа и считают, что они сами способны управлять своей жизнью. Но вся жизнь человеческая в руках Божьих, и никто сам без воли Божьей ничего не может совершить. Поэтому и нам, христианам, необходимо жить жизнью богоугодной, для того, чтобы предрасположить себя к тому, чтобы мы тоже стали богоприимцами, для того, чтобы мы тоже приняли Христа в своё сердце, для того, чтобы мы тоже в конце своей жизни могли произнести такие слова, которые произнёс праведный Симеон. «Ныне отпускаешь раба твоего владыка». Поэтому, празднуя этот праздник, не просто будем переживать, что это такие дни, и дни, которые приближаются уже к Великому посту, но будем понимать, что этот праздник напоминает нам, как необходимо человеку жить, для того, чтобы встретить достойно Христа, для того, чтобы впустить его в свою жизнь и для того, чтобы жить всегда с ним.